Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем разговор с Глебом Владимировичем Носовским о событиях русской истории XVIII века, которые мы начали в прошлой программе. В Мультимедийном музее новой хронологии можно наглядно познакомиться с этой темой. В зале «Разгром Московской Тартарии» рассказывается, что события конца XVIII века, известные в истории как война с Пугачевым, на самом деле были военным противостоянием Российской империи Романовых и крупнейшего на тот момент государства Московской Тартарии. В экспозиции представлена полная картина событий от предыстории конфликта до окончательного разгрома Тартарии. Также в этом зале расположены отдельные модули, рассказывающие о творцах романовской версии русской истории и о их главном оппоненте, великом русском ученом Михаиле Васильевиче Ломоносове. Глеб Владимирович, здравствуйте! Здравствуйте! Очень приятно снова встретиться. Глеб Владимирович, в вашей книге «Пугачев и Суворов. Тайна сибирско-американская история» рассказывается в частности о том, что внук подлинного Петра I не умер в отрочестве, а оказался вместе с Александром Меньшиковым в Западной Сибири, в городе Березов. И для Меньшикова это была не ссылка, как принято считать, а бегство на территорию другого государства. Но ведь согласно традиционной истории, Сибирь в это время принадлежала Романовым. Здесь я показываю страницу из английской энциклопедии 1770-х годов, еще до войны с Пугачевым. В этой энциклопедии перечислены страны различные. Это географический раздел энциклопедии. Перечислены страны. Вот под номером 9 Россия. Вот ее площадь. Вот ее столица. Ну и координаты столицы. Вот давайте Россия. Ведь Россия. Площадь 1 миллион 103, там 1485 квадратных миль и столица Петербурга. А вот теперь давайте посмотрим ниже. Есть еще такое государство. Тартария. Тартария. Который делится на три части. Китайская Тартария с площадью 644 тысяч квадратных километров из столицы в Чиньяне. Независимая Тартария с площадью 778 тысяч квадратных километров миль из столицы в Самарканде. И Московская Тартария. Московит этот написано. Тартария. Московская Тартария с площадью 3 миллиона 50 тысяч квадратных миль из столицы в Тобольске. Вот это государство, Московская Тартария, перечисленная в географическом разделе британской энциклопедии, это самое большое государство мира. Тут нет никакого государства, которое даже больше двух миллионов. Вот видите, все остальные меньше двух миллионов, а это три миллиона квадратных миль. Самое большое государство мира XVIII века. Ну вот здесь крупнее, да. Вот здесь внизу Тартария, китайская, независимая и Московская сатализа в Тобольске. Ну и если посмотреть на карты XVIII века, то был географический раздел британской энциклопедии. Если посмотреть на карты XVIII века, туда, там именно это изображено. Вот французская карта. Великая Тартария, которая огромная страна. Вот еще одна карта. На ней тоже она более подробная. На ней изображены все три Тартарии. Тартария московита, вот та самая огромная. Все это вместе Гранд Тартария Великая. Тартария независимая со столицы в Самарканде. Тартария московская столица в Тобольске. И вот Тартария китайская со столицей в Чиньяне. Это не Китай. Вот есть Китай, чайная, а их Тартария китайская. Да, и посмотрите, и есть граница. Собственно, проведена граница. Вот граница этой Тартарии, которая отделяет ее от империи государства Романовых. Я сейчас более подробно скажу. Эта граница, кстати, на разных картах немножко разная. И по картам 18 века можно просто проследить, как она двигалась. Забегая вперед, я сейчас карты покажу. Забегая вперед, скажу, что если посмотреть карты 18 века и упорядочить их по времени, и посмотреть, как выглядела вот эта граница, то видно, что вначале Тобольск находился либо на самом краю, или вообще даже вот со стороны Романовской стороны. И столица у них сначала была не в Тобольске. Она была где-то в другом месте, возможно, в Иркутске, не знаю. Но не в Тобольске. Дальше московская Тартария в 18 веке начинает наступление. Именно она начинает наступление. И вот эта граница на более поздних картах начинает сдвигаться на запад. И Тобольск они отвоевывают и делают своей столицей. Тобольск-столица – это уже в конце 18 века, до Пугачева, но уже в конце. Это уже у них столица в Тобольске. Они отвоевывают Тобольске и продвигаются на запад. То есть они давят на Санкт-Петербург. Наступают на него. Возникает ситуация, когда меньшиков и, скорее всего, с наследником, потому что наследник пропал, убегают в Березов, то есть в это соседнее государство, после чего это государство начинает давить и продвигать границу. То есть начинает наступление. Ну, положение дел как бы стандартное. Часто, очень часто встречается в истории, когда два соседних государства в одном смута, какая-то династия оттеснена от престола, у нее остались представители, они бегут в соседнее государство, договариваются с властями этого государства и с помощью войск этого соседнего государства начинают отвоевывать свое государство, то есть воевать со своим государством с новыми правителями своего государства с целью возвращения себе престола. Ну, за это, естественно, своим соседям там что-то обещают. Именно такая ситуация и возникает в XVIII веке после того, как пропадает вот этот Петр II. И оказывается, скорее всего, в Березове, потому что меньше оказывается в Березове, а Березов – это город в московской Тартане. Ну, вот еще несколько карт, вот посмотрите, здесь тоже карта, вот эта граница между московской Тартане прямо ярко здесь видно, вот прямо ярко проведена, четко проведена, вот она, четко проведена, в красном. Вот русская карта, тоже XVIII века, тоже тут отмечена Великая Тартария, Тартария независимая, вольная, видите, Великая Тартария, Татария вольная. Ну, мы сейчас говорим Тартарии, на самом деле, правильно, конечно, Татария, потому что на Западе писали Тартария, а по-русски правильнее Татария. Великая Татария, Татария вольная и Татария китайская, вот она, Татария китайская и Китай отдельно. И граница тоже, вот она, граница есть, сейчас я вам покажу. Вот она, вот она здесь, вот граница, она проведена, прямо граница, как линия между двумя государствами. Вот она здесь, показана крупно. Видите, граница между Великой Татарией и Романовской Россией проходит, вот как она проходит, посмотрите внимательно. То есть, Каспийское море, нижнее течение Волги, все это еще, это в Татарии. Более того, вот эти Приазовские степи и часть Украины, скорее всего, тоже, то есть, она вот так вот огибала, и Украина, скорее всего, в значительной степени еще туда входила. Она же не подчинялась с Романом. Украина позже будет присоединена еще уже при Потемкине, и на Украине произойдет прикрепление к земле. Мы же знаем, что Украина еще нет, не имеет крепостного права в это время. Вся Россия имеет, а в Украине нет. На Украине нету крепостных. Поэтому, скорее всего, и по границе видно, что она здесь до Азовского моря не доходит, то есть разрыв, то есть, это все, все татария. Со своими порядками, со своими законами, с выводами, там уже у Романовых губернаторы, а здесь еще выводы, своя монета, свои деньги, я сейчас об этом позже скажу. и кроме того, вдоль этой границы, это не просто на карте нарисованы черточки и точечки, вдоль этих границ стоят до сих пор остатки укрепленных вооруженных линий пограничных, с пушками, с редутами, то есть, это не просто картограф нарисовал, это есть на местности, так называемые сибирские линии, я о них тоже скажу. Вот и посмотрите, где проходит, то есть, где-то вот возле Нижнего Новгорода, Нижнего Новгорода уже татарии со столицей в Тобольске, русское государство, это был русское государство. Вот еще одна карта, тоже посмотрите, как ярко проведена вот эта граница между московской тартарией со столицей в Тобольске и романовской России. Вот еще одна карта, где мы просто, но это мы уже обвели, вот там эти границы проявлены, но чтобы это было видно, хорошо, мы их обвели. Вот как выглядит это московская тартария, отдельно, тартария вольная, независимая, вольная, и китайская, они ниже этой границы. А это, собственно, вот московская тартария, столица в Тобольске. Вот как она выглядит. 18 век. Видите, где пересекала западная граница московской тартарии, Волга, около Нижнего Новгорода. Чуть ниже, или примерно около Нижнего Новгорода. Вот карта из атмоса Блау. Тоже, видите, как ярко признает граница между романской России и московской тартарии. Вот она. Правительная. А вот это, кстати, Тоболы и Шимская линия, которая идет вдоль этой границы с одной из карт. Вот укрепленная линия, вот это редуты, валы там. До сих пор есть остатки этого. Это не просто. Это были достаточно такие мощные оборонительные сооружения и их остатки до сих пор есть на местности. Люди там изучают Криви. Вот эта карта XVIII века, как раз вот здесь вот эта карта. Вот фрагмент. Видите, вот укрепленная линия, вот на следующем слайде. На следующем слайде я покажу крупнее. вот Новая Сибирская линия. Вот Тобольск. Вот Тобольск. Видите? Против кого это линия? Вот против кого это укрепленная линия? С левой стороны находится Романская Россия. Вот она выставила такую укрепленную линию, укрепила ее, поставила пушки. Против кого? Вот мы видим против кого. Тобольск стоит на той стороне. Еще одна карта вот. Вот укрепленная линия. Против Московской Тартарии, против Тобольска. Вот картина Менщиков в Березове, но это современные художники нарисовали, дескать, вот он так там несчастный сидел в избе в своих дорогих шубах и переживал, куда его сослать. Глеб Владимирович, во время войны Московской Тартарии и Романовской России на территории Тартарии находился наследник Петра I, известный под именем Петр Федорович. Как вы считаете, кто был этот человек? Говорят, Петр Федорович, может Петр Федорович, а может Петр Петрович. Это либо сам Петр Второй, но скорее всего его сын или внук. Петр Второй был бы вот этот мальчик, который остался жив после смерти подложенного Петра, он уже был бы старый к этому времени. Это же 70-е годы уже, ему там было бы 60 где-то лет, все-таки он был помоложе. Это либо сын, либо внук, либо сын, либо внук, либо Петр Петрович, либо может быть действительно Петр Федорович. Романова очень ловко передергивали в истории, ведь они заявили, что это, дескать, тот самый Петр Федорович, который муж Екатерины, которого убили, и неграмотные казаки подняли самозванца Пугачева под именем Петра Федорович на свои знамена. Это все ложь. Как и очень многое, что Романовы в истории придумали. Это ложь. Они с самого начала лугали, когда к власти пришли, и здесь тоже печать Пугачева. Вот посмотрите, Пугачев, он похож на какого-то, я не знаю, простого казака на этой печати. Видите, он там в парике, или по крайней мере с какими-то локонами бритый. То есть, это был человек вообще такого европейского вида. Недаром после этого появляется княжна Тараканова. Это огромная тема. Княжна Тараканова, кто она такая, с каким трудом она появляется после Пугачева на на Западе. Она там знает восточные языки. Она княжна Владимирская. Ее все там принимают как представителя царской русской династии. Целое дело было, как ее вывез Алексей Орлов с какими усилиями, обманом из Западной Европы в Петербург, где ее уморили. То есть, вот остатки этой династии, которая убежала в московскую Тартарию, они проявляют себя, видны. Вот, да, печать Пугачева. Вот, кстати говоря, еще одна печать военной канцелярии, военной коллегии Пугачевской с углом Орла. Все документы времен Пугачева уничтожены. Вот это одно из воззваний Пугачева, написано арабицей. Ну, считайте, что по-татарски, но я там, глядя на эти буквы, вижу, что, скорее всего, это по-персидски написано, а не по-татарски. Слишком мало алифов. Ну, надо разбираться. То есть, на языке, который использовался для дипломатической переписки. Это воззвание пугачевца. Вот копия указа нашего императорского величества, самодержства всероссийского. Но это копия, это уже романовская копия. Что там, на самом деле, правильно они переписали, что нет, это другой вопрос. Подлинников нет. Леп Владимирович, а почему нет подлинников? Ведь это уже конец 18 века, когда документооборода в государстве был на должном уровне. Если была тайна, ведь даже Пушкина не допустили к архивам Пугачева. Это была тайна за семью печатями. Людей, которые что-то слышали об этом, искали и уничтожали. В романской России существовала так называемая тайная канцелярия. Что это такое? И которая, кстати, после победы над Пугачевым была упразднена через некоторое время. Что такое тайная канцелярия? Тайная канцелярия это такое учреждение, что если вот человек, которого, скажем, схватили за что-то, или просто, он приходит к властям и говорит слово и дело. Вот такая условная фраза. Слово и дело. Это означает, что он знает нечто, что он может сообщить только тайной канцелярии и больше никому. И любой чиновник романской России, услышав эти слова, слово и дело, от любого человека, там, преступника, не преступника, от любого человека, обязаны были этого человека, не трогая, припроводить в тайную канцелярию. Только она могла его допросить и спросить, что он знает. По какому-то вопросу, по какому, никто не знал. Как бы это скрывалось. И для чего было такое учреждение в 18 веке? Что, какие секреты, тайны они выискивали? И само знание этих секретов уже были настолько важными, что даже если кто-то о них знал, то он никому о них не мог поведать, а только тайной канцелярии. Его не имели права спрашивать, расспрашивать. Это все строжайше преследовало. И вот есть же еще кстати, очень интересные воспоминания Ваньки Каина. У Мордовцева есть такой историк, они изложены вкратце и ни разу не публиковались. Который был хозяином Москвы в 18 веке. В Москве же не было власти. Вот в городе Москве в 18 веке не было романовской власти. Он находился под властью там начальником был же Ванька Каин. Сколько-то лет 10-20 не помню. У него очень интересные воспоминания. Он написал об этом. Почитайте. И потом как бы войска и власть устанавливается уже позже. В конце 18 века. До этого никакой власть. На самом деле вот эта война между Тобольском и Санкт-Петербургом в ней участвовала также Турция на стороне Тобольска. и возможно какое-то содействие оказывала и Франция тоже на стороне Тобольска. По крайней мере в картах того времени почему-то Франция, Турция и Московская Тарталья одним цветом изображены. Ну, про участие Франции это вопрос интересный и достаточно темный для нас пока. Но Турция заветно и прямо участвовала в этой войне и кончилось тем, что она предала Московскую Тарталью, заключив сепаратный мир. В итоге Турция достаточно много сил оттягивала на себя и в общем-то Петербург был практически безвыходным положением. Что видно кстати даже по истории войны с Пугачевым. Там же такой был главнокомандующий романовским войсками генерал Бибиков. Он молодой генерал он умер во время сражения и романовские историки представили это так, что он просто взял заболел слег в постель и умер. Вот прямо во время боевых действий молодой генерал главнокомандующий умирает просто от болезни. Просто там захворал. Вот так они это представляют. На самом деле в Петербурге была паника и вот этот удар в спину, который нанесла Турция, заключив сепаратный мир, конечно, очень сильно помог. И тут же были сняты войска под руководством Суворова и перекинуты на Восточный фронт. и они победили. Победили очень жестокими способами. Население это было в основном на стороне Тобольска. Поэтому они что делали? Они переодевались в Тобольских солдат, в Тобольские войска, приходили в какое-то село и если это село оказывало им помощь, после этого приходили романские войска и зверски, зверски всех вырезают. Так, чтобы у людей кровь в жилах леденела и они боялись бы Тобольцев как огня. А Тобольцы были достаточно расслаблены. Они такими прежними способами воевали, они не занимались зверствами. А эти занимались. И вот здесь картина, как там колесуют, вешают, уничтожают население. И после победы над Пугачевым была просто резня. Резня, страшная резня. Вот и по Волге, и на Восток. И со временем они шли, шли на Восток, резали, резали, резали. И остановились, хотели и в Америку переплыть, потому что северная часть Северной Америки, сейчас об этом скажу, основная часть Северной Америки тоже принадлежала Московской Тартарии, тоже были заокеанские земли Московской Тартарии. Когда Соединенных Штатов Америки еще не было, Соединенные Штаты Америки образуются после, после Пугачева, а до этого просто какие-то карликовые штаты на восточном побережье Северной Америки находятся. И вот идут на запад и осваивают всю Северную Америку именно после Пугачева, брошенные земли. А после этого Россия продает Орегон Аляску. То есть они просто не мог удержать эти земли, не мог там устроить резню, не мог удержать и поэтому продал. Продал за какие-то смешные деньги. И что мы видим в Сибири? Вот сегодня находят там множество поселков вот знаменитый Аркаим, круглая такая станица. Вот что говорят историки. Какие-то там тысячелетия нашей эры раскапывают его там с умным видом. Говорят надо же как в древности у них канализация уже была. Какие они были продвинуты в древности. Всякие макеты строят. Это все вырезанные селения, вырезанные станицы после Пугачева. Вот тут карты расположения якобы древних поселений вокруг Монидогорска. Все это уничтоженные города, уничтоженные селения, уничтоженные станицы. Уничтожали полностью. В нашей следующей программе мы продолжим разговор с Глебом Владимировичем Носовским о противостоянии Российской империи Романовых и Московской Тартарии. Смотрите наш канал и приходите в Мультимедийный музей Новой хронологии Ярославля. До встречи! Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова